Так, ну что, всем привет, сегодня обсудим, будет ли у нас медвежий тренд, почему многие запаниковали на этом падении. Ну, во-первых, естественно, киты начинают все это падение выкупать, то же самое, как и здесь это было. Ну, то есть, они повозили немного, понятное дело, что крупному капиталу надо собрать позицию, чтобы идти наверх. Опять же таки, многие меня там упрекали в том, что вот, ты же говорил, что мы не пойдем ниже 45 тысяч, но я и предупреждал, если мы валимся за 45 и закрепляемся, тут идет риский вынос стопов, что и, соответственно, произошло. Хочу обратить ваше внимание на YouTube канал Криптобанк, где люди с огромным опытом в торговле криптой освещают все важные актуальные новости криптовалютного мира. Канал будет очень полезен и информативен для начинающих трейдеров, которые ищут действительно качественный контент по крипте, на котором можно заработать. От меня рекомендации и похвала данному каналу за столь объективное мнение и чистоту информации. А еще на данном канале проводятся розыгрыши под каждым роликом на 600 долларов, 3 призовых места по 200 долларов в эфире за каждое место. Рекомендую не упускать свою возможность поставить ролик на паузу и подписаться на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Вот, поэтому то, что мы вернемся за 45 тысяч, это лишь вопрос времени. Поэтому, ну, то, что мы закрепили сейчас на данном этапе, это не значит, что мы там завтра-послезавтра не вернемся обратно и не полетим потом наверх. Ну, кто не верит в рост крипты, кто хочет просто там постебаться надо мной, ну, окей, хорошо, без проблем. Поэтому, ну, и тем более, если я бы владел бы крупным капиталом, я бы знал бы наверняка, но я им не владею, открою секрет. Поэтому, кто там считает, что он там самый умный и хочет самоутвердиться в комментах, ну, удачи. Но за счет меня это сделать не получится, вот и все. Вот, поэтому мне вообще уже насрать на чье-то мнение в плане того, что особенно негативное. Вот, некоторые считают, что если я отвечаю, то мне не насрать. Ну, на самом деле, открою секрет, я просто поднимаю активность на канале, вот и все. Вот, поэтому реагирую на это. Я вообще могу не отвечать и просто, скажем так, нейтрально и даже с позитивом к этому относиться. Поэтому не парьтесь по этому поводу и не обольщайтесь, что я реагирую на вас. Вот, поэтому по поводу того, что биток у нас сейчас активно выкупили, 40, 200 у нас была отметка, ну, совпадения не думаю, да. Опять же таки, если же все-таки загонят нас в канал, я предупреждал, что могут это все-таки сделать. Свозить сюда, повозить здесь и потом выйти наверх. Но, опять же таки, кто не хочет закупаться, не закупайте. Ждите до последнего, пока биток там будет по 65, 70, 80, 100 тысяч долларов. Будете закупаться на хаях, без проблем, ждите. Ждите дна, ждите биток там по 100 долларов и так далее. Фир там по 150 долларов, когда он был в марте 2020 года. Удачи там. XRP тот же самый, по 50, 60, там 30, 20, 10 центов. Мне там некоторые такую ахинею писали, когда у нас вот здесь была, ну, пошла коррекция, да. Мне писали, о-о-о, вот здесь особенно, когда мы на 60 центов стояли, там 60, 70. Писали, о-о-о, там все, XRP сейчас на 20, 20, 10 центов пойдет. Буду его там активно добирать и будем потом ждать миллион лет, да. Там 2-3 года опять. Ну, окей, хорошо, не докупайтесь. То есть, уже можно было на вот этом движении заработать, там почти 2,5 икс и плюс еще. Потом он выйдет наверх за 2 доллара. Ну, кто не хочет, тот не докупается. По поводу того, что медвежий тренд. Медвежий тренд у нас начнется, как только мы упадем за 30 тысяч долларов. Ну, скажем так, это уже будет глубокая коррекция и в целом можно считать это медвежьим трендом. Вот, если же по поводу того, что якобы вот у нас там медвежий тренд. Ну, во-первых, ну, если локально, тогда может быть и да. Но если глобально, то у нас тренд остается восходящим. Пока мы не упали за 30-ку, ничего тут, никакой проблемы нет. То есть, ну, с другой стороны, зачем я снимал отдельный видос? То есть, зачем крупному капиталу тогда было выкупать вот здесь, вот здесь. То есть, сколько там, 6-7 раз подряд выкупать, потом вот здесь выкупать. Ради того, чтобы все это, скажем так, дать какое-то жалкое движение на те же там 70%, да. И потом спустить это все вниз, ну, это смешно, понимаете. Почему бы не провести там до 70-80, потом сделать жесткую коррекцию опять там процентом на 50. Или там, ну, пускай не на 50, но хотя бы там на 20-30, да. Потом, соответственно, опять повести наверх, ну и дальше там перехать 100 тысяч долларов и так далее. Вот, ну, это, скорее всего, уже будет не в этом году, потому что, видите, они тянут резину. Поэтому это еще месяц-два как минимум, а то и до нового года. Поэтому, ну, рассчитывайте больше на долгосрок по основным монетам, по битку и так далее. По поводу средней срока, ну, то есть я уже давал, я уже говорил неоднократно в предыдущем видосе, когда я разбирал дифиропроекты, что я давал рекомендации по фиксации там H-Bara, на которой мы тоже заработали по Атому, по EGLD я давал фиксацию по Луне тоже. Ну, по Луне, понятное дело, я фиксировался по большей части вот здесь, там, по 11-12 долларов. Ну, ничего, окей, я там и большую часть, ну, то есть, вернее, половину позиции, половину я здесь фиксировал, половину я здесь начал фиксировать, которые я закупал вот здесь, вот, там, по 17-19 долларов. Вот, а дальше по Солане тоже, ну, по Солане я скинул по 70, никакой проблемы не вижу. Окей, хорошо, пошла она там дальше еще в три раза больше почти, ну, окей, без проблем. Поэтому, что она пошла на хайпе, это уже шага. Вот, по АВАКСу также вот здесь давал рекомендации, ну, окей, там, не дозаработали мы вот здесь, там, те же 50%, ну, хорошо, без проблем. То есть, я скинул на пампе, тем более, что мы несколько дней росли подряд, и плюс до этого месяц, поэтому слишком риски были высоки, чтобы держать дальше монету. Опять же таки, я закупал ее в средний срок, поэтому я по ней зафиксировался. Также по АЛГА тоже давал здесь рекомендации, вот здесь 8-9 сентября можно было заработать. Ну, я потом в Телеграм все это поскидываю, когда там давались рекомендации и так далее. Вот, по поводу того, стоит ли сейчас закупаться, я сейчас тоже не торопился на данном тапе. Когда закупаться, я отпишу, в принципе, в закрытом клубе, все это будет. Вот, кто хочет, присоединяйтесь. Тоже монетки, опять же таки, будут средний срок, по которому мы мощно докупимся, которые там просели сейчас от 10 до 20, может быть, некоторые даже до 30% можно будет докупиться. Снимал отдельный видос по поводу Тет, Тет и Фюрил. Ну, опять же таки, видите, подходят монеты к тем же уровням, где они и были до этого. Ну, посмотрим, то есть, в ближайшие дни, что у нас будет по битку, по ситуации в целом. Поэтому я сейчас не тороплюсь, я лучше подожду, потому что может быть похожая ситуация, то есть, как у нас была вот здесь. То есть, мы отскочили 2 дня и потом падаем. Поэтому я жду определенного подтверждения, буду наблюдать за ситуацией, ну и потом буду давать соответствующие рекомендации. Поэтому на данном тапе будет медвежий тренд, он будет, когда мы упадем за 30 тысяч долларов по битку. Понятно дело, биток потянет за собой 99% альты. Вот, но я считаю, что этого все-таки не будет, потому что этого не было. Потом нас вытянули за 40. Ну, то есть, я говорил, что могут опять спустить на 40 тысяч. В принципе, это произошло. Поэтому по поводу того, что закрепимся за 45, лишь вопрос времени. Поэтому, как только мы там, ну, я просто жду момента уже, скорее бы. Но, как вы видите, тянут, тянут, набирают позиции все больше и больше. Соответственно, когда мы уже сходим хотя бы на те же там 60-65 тысяч долларов, чтобы хейтеры выкусили. В плане того, что пишут, что вот они пойдем на перехай. Ну, не пойдем, хорошо выйди, сука, с рынка крипты и не торгуй. Ну, то есть, какие проблемы. Поэтому по поводу этого париться. У меня, кстати, спрашивали по поводу монеты супер. Я уже обозревал. То есть, и давал рекомендацию, что можно по ней закупаться. Но сейчас бы, опять же-таки, не торопился. Вот, еще там какие-то монеты спрашивали. Я уже, честно, не помню. А, по-моему, монету кавер спрашивали. По поводу кавера. Ну, в кавер я бы не лез. Высокоисковая монета. То есть, она стреляла до этого. Ну, сейчас по ней непонятная ситуация. Скорее всего, может скомануть. Поэтому не лезьте. Вот, поэтому такие дела. Всем удачи и всем пока. Криптобанк. Это YouTube-канал, где трейдеры с огромным опытом освещают одни из самых важных экономических новостей, что влияют на цену крипты. А еще раздают по 600 долларов в каждом ролике. Ссылка на канал в описании под роликом.